Киевская Русь и Домонгольская Русь Основные вопросы, которые мы с вами должны будем рассмотреть на этом занятии, следующие. Первое. Мир восточных славян древности, особенности их развития. Второе. Образование древнерусского государства. Теория возникновения, концепция возникновения и устройство древнерусского государства. Третье. Это принятие христианства на Руси и значение этого события. Четвертое. Это начало перехода от древнерусского государства к феодальной раздробленности и значение феодальной раздробленности. И последний вопрос в этой теме. Это монголы-татары, их завоевание и отношение Руси и Золотой Орды. Итак, первый вопрос, который мы рассматриваем. Это мир восточных славян. Итак, середина второго тысячелетия до нашей эры. Происходит обособление славянской группы из индоевропейской общности. И первые источники, которые нам рассказывают о славянах, сообщают, относятся к началу первого тысячелетия нашей эры. Это источники греческие, римские, арабские, византийские. Античные авторы упоминают славян под именем Венедов. Кроме названия Венедов, славяне именуются также склавинами или антами. К VI веку начинается разделение общей славянской семьи общности на три основные ветви. Это восточные славяне, западные славяне и южные славяне. На основе восточного славянства впоследствии возникнут три народа. Это русский, украинский и белорусский. Где же расселялись восточные славяне? Территория восточных славян – это восточноевропейская или Великая русская равнина. Существует две точки зрения на происхождение восточных славян и их прародины. Первое – это миграционное. Это то, что восточные славяне пришли на русскую равнину с отрогов Карпатских гор и заселили эту территорию на востоке, на западе от Ладожского озера до Среднего Поднепровья на юге. И ядром расселения восточных славян была река Днепр с его притоками и озером Ильмень. Вторая теория – автохтонная, что славяне – это этнос, который сам сформировался на территории восточноевропейской равнины. На сегодняшний момент, наверное, больше оснований считать, что славяне – это население, которое пришло на восточноевропейскую равнину. Как же расселялись восточные славяне? Восточнославянские племена расселились следующим образом. Озеро Ильмень – это Ильменьские славения, Кривичи – это верховья рек Волги, Днепра и Западной Двины, Вятичи – река Ака, Радимичи – река Сож, Древляния – река Припять, Дреговичи – между реками Припять и Березина, Поляне – западный берег реки Днепр, Уличи и Тиверцы – это юго-запад восточноевропейской равнины, и Северяне – это среднее течение реки Днепр и река Десна. Известны три славянских союза племен. Это Славия – северо-западная часть восточноевропейской равнины, Куявия – это Поднепровия, и восточная – это Артания. Славяне пришли на территорию, которая была уже заселена определенными народами, и соседями восточных славян были следующие народы. Северо-запад – это Балта, литовские племена, это Литва, Жмуть. Север и северо-восток – финно-угорские племена, это Эста, Чуть, Водь, Ижора, Мурома, Меря и так далее. Восток – средняя Волга – это Волжско-Камская Булгария, юг – Хазары и запад – это западные славяне. О том, что славяне пришли на территорию, которая уже была освоена другими народами, говорит такой исторический факт. В названиях рек Московского бассейна идет сочетание славянских названий и финно-угорских. Например, реки Сходня, Пресня славянского происхождения, а такие реки, как Яуза, Руза, Ака, они восходят к финно-угорскому языку. Да и название Москвы тоже имеет финно-угорское название. Чем же занимались восточные славяне? Восточнославянский народ – это земледельческий народ. Территория, которую они осваивали, эта территория была покрытая лесом, реками, озерами и благоприятствовала следующим занятиям. Прежде всего, это земледелие. Земледелие было двух видов. Подсечно-огневое на севере и северо-востоке земледельцы подсекали, вырубали леса, выкорчевывали пни, коренья, затем это высыхало, сжигалось, получалось удобрение и вспахивалось поле. На юго-востоке и востоке было переложное земледелие, то есть в лесостепной зоне. Значит, там были более удобные условия для обработки земли. Подсечно-огневое земледелие приводило к тому, что участок земли очень быстро истощался, где-то в течение 5-6 лет, и славяне вынуждены были продвигаться дальше и осваивать новую территорию. Возвращались они к этому участку уже только где-то через 25-30 лет. Основные культуры, которые выращивали славяне, это были рожь, ячмень, проса, пшеница. Из огородных культур это репа, капуста, свекла, морковь, лук и так далее. Орудия труда это саха, мотыга, топор и серп. Второе занятие, которое также характерно для восточных славян, это скотоводство. Разводили крупный рогатый скот, птицу. Большую роль в жизни славянских народов играли такие занятия, как рыболовство, охота и бортничество. Бортничество это занятие, которое позаимствовали славяне у финно-угорских народов. Это сбор меда диких пчел. То есть на деревьях выбивались, делались дупла, туда слетались пчелы и оттуда потом выбирался мед. Как жили восточные славяне? Первый коллектив, которым жили восточные славяне, как и все народы, которые заселяли в этот период европейский континент, это была родовая община. То есть это коллектив ближайших родственников. Но по мере развития хозяйства, орудий труда, постепенно происходит переход от родовой общины к соседской или территориальной. У славян этот коллектив назывался мир или верфь. Отсюда и слово какое? Веревка. То есть связаны были одним единым миром. Главные черты соседской общины это общность территории и хозяйственной жизни. Но каждая семья уже имела свой дом, свою приусадебную землю, свой скот и инвентарь. В общем пользовании находились земля, луга, леса и водоемы. Также у восточных славян было развито ремесло и торговля. Центром ремесла и торговли это были города, которые возникали на холме, на переправе, на месте слияния рек, на торговых путях. Одним из важнейших это был торговый путь из Варяг в Греки, который связывал северную и южную Европу. И проходил этот путь прежде всего по реке Днепр и ее притокам. И два города контролировали этот важнейший торговый путь. На севере это Новгород и на юге это Киев. И именно в этом районе и будет складываться первое раннефеодальное государство Киевская Русь. Другой важный торговый путь проходил на Востоке. Это был Волжский торговый путь, который связывал восточных славян или Русь со странами Востока. Общественный строй, в котором жили восточные славяне в этот период. Территориальные или соседские общины объединялись племена, племена племенные союзы, во главе которых стояли старейшины, вожди. Власть распределялась следующим образом. Законодательная власть отводилась в Вече. Это народное собрание. От слова Вече происходит глагол вещать, то есть говорить. На Вече приглашались только взрослые мужчины, которые имели свою семью и имели свое хозяйство. Для неженатых мужчин Вече было закрыто. Исполнительную власть выполняли старейшины, религиозную – это жрецы или волхвы, а князь и его дружина выполняли функцию защиты и также функцию сбора дани зависимых племен. Дань у восточных славян называлась «Полюди» или «Повоз». Следующий вопрос. Каковы были религиозные верования восточных славян? Восточные славяне, как и народы, я еще раз повторю, проживавшие в Европе, в этот период были язычниками, то есть поклонялись силам природы. В основе религиозных верований славян лежали представления о природе, которые влияли на жизнедеятельность людей, определяли цикл работ, формы строительства жилья, обычаи, обряды. У восточных славян был пантеон богов, каждый из которых олицетворял разнообразные силы природы, социальные отношения и положения людей в обществе. Началом всех начал считался род. Перун – бог грома, молнии, войны. Сварог – бог огня. Велес или волос – покровитель скотоводства. Макош – богиня рукоделия. Семаргл – бог подземного мира. Таким образом, мы видим, что верования восточных славян действительно не отличались от верований представителей других европейских народов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова